Ноуа Европа Ущодня, Польша, простой человек в С.Россия, Кшиштоф Попек. Ноуа Европа Ущодня, Польша. 21 июля 2019 года. Интервью с Тамашем Гжевачевским, Тамас Грзуач-Зеуски, автором книги «Границы мечтаний», о непризнанных государствах и соавтором сценария документального фильма «Тени империи». Ноуа Европа Ущодня, фильм «Тени империи», премьера которого состоится 26 июля, был создан на основе книги «Границы мечтаний». В ней вы описываете восточноевропейские непризнанные государства, путешествуя на пространстве от Донбасса и Приднестровья до Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха. Что вам удалось перенести из книги в фильм? Тамаш Гжевачевский. Легче сказать, чего мы не перенесли в фильм? Книга дает широкий политический и культурный контекст функционирования непризнанных государств, а центром сюжета «Границы мечтаний» стали, конечно, простые люди, хотя общественно-политический фон там присутствует тоже. В нашей картине мы сосредоточились на личных историях героев. Основная задача в работе над сценарием заключалась не в том, чтобы что-то дописать, а в том, чтобы что-то вычеркнуть. Мы вместе с режиссером Королем Старнавским, Король Старнауски, и моим соавтором Давидом Вильштейном, Дауит Уилтстейн, отказались от многих сюжетных линий, оставив те, которые будут хорошо смотреться на большом экране. В итоге мы решили выбрать истории двух героев – Александра из Грузии, судьба которого связана с грузино-абхазской войной, и Алексея, молодого рэпера из Нагорного Карабаха. Эти два рассказа мы дополнили третьим, которого нет в книге. Это история Тимура, бежавшего из Крыма украинца, который воевал в добровольческих батальонах в Донбассе. Контакт с ним поддерживал Давид Вильштейн. Это не экранизация книги, а развитие темы. Мы начинаем наши истории на том месте, где они заканчиваются в моем повествовании. Самый яркий пример – окончание границы мечтаний, в котором появляется тема пропавшей сестры ветерана грузино-абхазской войны Александра, которую мне удалось найти. Спустя 30 лет она узнает, что ее брат жив. На этом моменте книга заканчивается, а в фильме мы показываем их встречу, дописывая таким образом новую главу. Сложно ли было уговорить героев рассказать свои личные истории? Это было не так сложно, как мне казалось сначала. Идея снять фильм появилась в процессе написания книги. Путешествуя и собирая материал, я уже размышлял о том, что хотел бы сделать на основе своей книги кино, и прикидывал, кто из героев мог бы в нем появиться. Я думал об Александре, Алексее и нескольких других людях, для которых не нашлось позже места в сценарии. Я говорил им, что хочу сделать фильм, и спрашивал, готовы ли они в нем сняться. Так они привыкали к мысли о том, что, возможно, их будут снимать. Это упростило нам позже задачу. Я продолжал поддерживать с ними контакт, выстраивая личные отношения и постепенно готовя к мысли о съемках. В наше время поддерживать контакты очень легко, и в Нагорном Карабахе, и на Грузино-Абхазской границе есть интернет, работают Фейсбук и ВКонтакте. Так что я мог постоянно общаться с героями моей книги, а потом и фильма. Как выглядит путешествие по непризнанным государствам? Это, пожалуй, не самые популярные туристические направления. Вы говорите, что проблем с интернетом там нет, а как выглядят другие аспекты, зависит, о каком государстве мы говорим. Живя в признанном государстве, мы склонны грести их все под одну гребенку, что совершенно естественно. Сложно отличить эти места одно от другого, если мы там не бывали. Однако непризнанные государства сильно отличаются друг от друга. Попасть в Нагорный Карабах можно совершенно спокойно, если въезжать туда со стороны Армении. Это, правда, нарушение международного права, но не будем сейчас об этом. Вы просто пересекаете Арменно-Карабахскую границу и идете в Степанакерти в специальное учреждение за туристической визой. Если вы собираетесь в Абхазию, запрос на получение визы следует подать заранее. Это можно сделать на сайте Абхазского министерства иностранных дел, у него есть англоязычная версия. Вы заполняете визовую анкету, а потом получаете разрешение на въезд, которое нужно распечатать и предъявить на грузину Абхазской границы. В целом, скорее всего, вас пустят, хотя время от времени границу закрывают. В свою очередь, в Южную Осетию въехать очень сложно, я туда не попал. Эту главу книги я писал в Северной Осетии, регионе Российской Федерации. Там живет множество осетин с юга, с которыми я смог свободно побеседовать. Отказ в визе был связан с политической стратегией, в Южную Осетию не впускают туристов с запада, а тем более журналистов или исследователей, то есть людей, которые выглядят с точки зрения властей ненадежными. Они не хотят, чтобы те там крутились и выискивали секреты, в том числе российские, ведь Южная Осетия – это российская военная база. Больше всего ориентировано туристов, пожалуй, на Горный Карабах. Там работают информационные пункты, издаются туристические брошюры. На линии фронта, правда, до сих пор случаются столкновения, но в столице или в знаменитых монастырях до Диванка и Гандзасар безопасно. Карабахское руководство старается продвигать туризм, тогда как Южная Осетия не хочет, чтобы к ней проявляли какой-либо интерес. Очень любопытно в Приднестровье. Оно находится ближе всего от нас, туда можно поехать на машине. Виза не требуется, на месте нужно только зарегистрироваться в милиции. Местные жители почувствовали туристическую конъюнктуру. Они пытаются рекламировать Приднестровье как музей коммунизма, предлагая туристам отправиться в настоящий Советский Союз. Перенестись на 30-40 лет в прошлое, в Брежневскую эпоху. Капитализм способен найти коммунизму применение. Вернемся к фильму. Начальные кадры, в которых звучит цитата со словами «Основная цель России» – это завоевание и появляется суровый портрет Сталина. Пожалуй, не оставляет сомнений в том, какова была ваша основная идея. Лента служит предостережением о российском экспансионизме. Да, задумка была такая. Это фильм о людях, втянутых в войну, универсальный рассказ о том, как конфликт разрушает людские жизни. Мы видим юность Алексея, старость Александра. Лучше всего обобщают идею фильма слова второго из упомянутых героев. Он говорит, что война не принесла ему ни поражения, ни победы. Войны проигрывают и выигрывают только сильный мир сего, для простых людей – это страдания, потери, ощущения испорченной жизни. То есть в ленте есть универсальное послание. Одновременно я не хотел, чтобы зрители сделали следующий вывод. Империя, о которой идет речь, осталась не названной. Значит, фильм рассказывает исключительно об универсальных явлениях, о том, что державы несут ответственность за развязывание войн. В этом конкретном случае войны провоцировала в первую очередь или исключительно, если говорить о Донбассе, Россия. Раньше этим занимался Советский Союз, который перемещал народы и разбрасывал эти бомбы замедленного действия, сея в людях ненависть, руководствуясь старым, как мир принципом разделяя и властвуй. Как вы думаете, сможете ли вы донести свою мысль до Запада, где уже забыли не только о том, какую роль сыграла Россия в Абхазии или на Горном Карабахе, но даже о том, что в Донбассе до сих пор продолжается война. Мы занимаемся тем, чтобы наш фильм увидели в Западной Европе и США. Снимая картину, мы думали, что хотим адресовать ее в том числе и западным зрителям, а не одним только полякам, которые и так знают, какой может быть Россия. Об этих конфликтах уже не пишут на первых полосах газет, так что о них тем более следует напоминать. Пробиться на Запад очень трудно, но думаю, у нас есть шансы. Я имела удовольствие посетить закрытый предпремьерный показ, который организовала в Джорджтаунском университете посольство Польши в Вашингтоне. На нем присутствовали дипломаты, чиновники, занимающиеся регионом Восточной и Центральной Европы, эксперты из аналитических центров. В дискуссии после просмотра принимали участие бывший посол США в Белоруссии Кеннет Яловиц, Кеннет Яловиц, и профессор Анджела Стент, ангела Стент, директор Центра Евразии и России в Джорджтаунском университете. Польшу представлял профессор Пшимыслав Журавский-Вельграевский, Зурауский-Вельграевский. Аудитория. Конечно, она была очень специфической, это были люди, интересующиеся этой темой и специализирующиеся на ней, очень хорошо приняла фильм. Участникам дискуссии он тоже понравился, что они подчеркивали в частных беседах, искренне поздравляя нас с результатом. Добавлю, что интерес к фильму проявляют также в других частях света, например, в Литве. К массовому зрителю наша картина, пожалуй, не попадет. Документальное кино предназначено не для массовой аудитории, а для более продвинутого потребителя, который интересуется той или иной темой. Я надеюсь, то, что мы четко называем виновную сторону, не станет препятствием, хотя в художественной среде принято не указывать пальцем на конкретные проблемы, а придавать определенным темам универсальное звучание. Я, однако, хотел сказать прямо, Москва представляет угрозу. Я говорю это как поляк, гражданин страны, которая успела настрадаться от России. В книге, рассказывая истории героев, вы подчеркиваете, что обитатели непризнанных государств хотят в первую очередь мира, нормальной жизни. Сложно представить, однако, что описанные вами конфликты каким-либо образом удастся внезапно разрешить. Сможем ли мы выйти из этого тупика? То, как закончатся эти конфликты, зависит в основном от России. Это не мы обречены оставаться в тупике, а Москва нас на это обрекает. Каким образом удастся их преодолеть, появится ли соответствующая политическая воля, зависит от ее действий. Она постоянно сеет рознь, передвигает пешки. При этом народам, которые вовлечены в конфликты, придется проделать большую работу ради примирения. Когда начиналась первая Абхазская война, грузинам нужно было идти к абхазцам, абхазцам, грузинам, а не обращаться к России. Армения и азербайджанцы тоже убивали друг друга. Выстроить мир и ограничить имперские поползновения Москвы можно только путем диалога. Ничто так не радует Кремль, как вид соседей, вцепляющихся друг к другу в глотки. Чем чаще соседствующие с Россией народы конфликтуют, тем больше у нее появляется возможности оказывать на них политическое воздействие. Большинство людей мечтает о мире, это совершенно естественно. Не все готовы любой ценой защищать каждый клочок земли, проливать кровь за родину. Люди хотят спокойно жить, мечтать, планировать будущее. Они хотят, чтобы их дети жили в спокойные времена и могли развиваться. Это для героев моей книги самое главное. А меня, как ее создателя, в первую очередь интересовала история невеликих политиков, дипломатов, экспертов или аналитиков, а история маленького обычного человека, вовлеченного в исторические события, но пытающегося нормально и достойно жить. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова